12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. Мы подготовили интерактивную викторину для детей, посвященную этому празднику. Вы наверняка любите узнавать что-то новое, особенно если это по-настоящему захватывает воображение. Трудно представить себе что-то более захватывающее, чем космос. Целью интерактивной викторины является увлечь вас космической темой, научить чему-то новому и просто порадовать. А в конце видео вас ждут вопросы викторины. В Солнечной системе существует 8 планет. Как запомнить название планет и порядок расположения? Предлагаю выучить считалочку. По порядку все планеты назовет любой из вас. Раз Меркурий, два Венера, три Земля, четыре Марс, пять Юпитер, шесть Сатурн, семь Уран, за ним Нептун. Казалось бы, изучением небесных тел и явлений занимается астрономия. Наука точная, сложная, с долгой историей. Откуда же взялись мифологические названия планет? Их имена знакомы нам с уроков древней истории. Сначала римские имена планет попали в европейские языки и культуры, а затем перекочевали в науку. Как уже отмечено, астрономией люди начали заниматься очень давно. Наблюдения велись еще до нашей эры. Сегодняшние имена пяти планет – Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер – пришли к нам из римской культуры. Римляне дали имена этим планетам, опираясь на их движение и внешний вид. И уже из римской культуры эти названия распространились и адаптировались в других культурах. Почему же Земля названа Землей? Древние римляне считали, что на небе живут боги, а здесь, на земле, люди. Поэтому такое земное название появилось у нашей планеты. Меркурий. Наименьшая планета, которая находится ближе всех к Солнцу. Меркурий – это римский быстроногий бог, покровитель торговли, прибыли и обогащения. Именно за то, что Меркурий быстрее других планет движется по небу, он получил имя этого древнеримского божества. Венера. Самая яркая планета на небе получила название в честь римской богини любви и красоты, плодородия и процветания. И это единственная планета в Солнечной системе, которую назвали в честь женского божества. Марс. Назван в честь древнеримского бога войны. Однако изначально Марс был богом плодородия и лишь позднее стал олицетворяться с греческим богом войны Аресом. Сатурн. Вторая по величине планета Солнечной системы получила свое название в честь очень почитаемого среди римлян бога земледелия. По легенде этот бог научил людей строить дома, выращивать растения и обрабатывать землю. Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы получила имя в честь верховного бога Юпитера, бога неба и света. Оставшиеся три планеты Уран, Нептун и карликовая планета Плутон из-за удаленности от Земли были обнаружены значительно позже, поэтому имена им дали уже не римляне. Уран. Чтобы вписаться в ряд других планет, получил свое название в честь древнеримского бога Урана, олицетворяющего небо. Нептун. Восьмая планета была названа в честь римского бога морей. Ее астрономический символ – стилизованный трезубец Нептуна. Карликовая планета Плутон. Сравнительно недавно Плутон утратил статус планеты и стал считаться карликовой планетой. Свое название экспланета получила по имени Плутона, правителя преисподней и в римской, и в греческой мифологии. Самый частый вопрос, который задают дети, звучит так – а сколько на небе звезд? Ночное небо, как правило, бывает довольно тусклым в городах, и от этого очень сложно ответить на данный вопрос. В среднем вы едва ли увидите больше 500 звезд. Что же касается сельской местности или просто отдаленных от всяких населенных пунктов мест, то тут количество видимых звезд увеличивается на целый порядок и составляет около 5000. Представьте себе только, чистейший от облаков и смога небосвод, усыпанный 5000 звезд. Но, разумеется, это не ответ на главный вопрос. Если считать по количеству звезд в нашей галактике, то получится, что звезд во Вселенной. Что это за число? Это число называется Секстилион, и в нем 23 нуля. Еще древние люди объединили звезды на нашем небосклоне в созвездия. В давние времена, когда истинная природа небесных тел была неизвестна, жители присваивали характерным узорам из звезд очертания каких-либо животных или предметов. В дальнейшем звезды и созвездия обрастали легендами и мифами. На сегодняшний день насчитывается 88 созвездий. Многие из них весьма примечательны – Орион, Кассиопея, Медведицы – и содержат множество интересных объектов, доступных не только профессиональным астрономам и любителям, но и обычным людям. Благодаря наблюдениям астрономов выяснилось, что расположение звезд с течением времени понемногу изменяется. На точные измерения этих изменений необходимо много сотен и тысяч лет. Ночное небо создает видимость бесчисленного количества небесных светил, беспорядочно находящихся по расположению друг к другу, которые часто вырисовывают созвездия на небе. Расположение неярких звезд можно определить благодаря нахождению ярких и таким образом найти необходимое созвездие. С давних времен с целью простоты нахождения созвездий яркие звезды были объединены в группы. Эти созвездия получили название животных – Скорпион, Большая Медведица и прочие. Были названы именами героев греческих мифов – Персей, Андромеда и тому подобное. Или же простыми названиями предметов – Весы, Стрела, Северная Корона и так далее. С XVIII столетия некоторые яркие звезды каждого созвездия начали называть буквами греческого алфавита. Помимо этого, около 130 ярко светящихся звезд были названы своими именами. Спустя некоторое время астрономы обозначали их числами, которыми на сегодняшний день пользуются для звезд слабой яркости. С 1922 года некоторые крупные созвездия были разделены на малые, а вместо групп созвездий стали считать участками звездного неба. На данный момент в небе насчитывается 88 отдельных участков, называемых созвездиями. На протяжении нескольких часов наблюдения за ночным небом можно увидеть, как небесная сфера, включающая в себя светило, как одно целое, плавно вращается вокруг невидимой оси. Это движение назвали суточным. Движение светил совершается слева направо. Луна и Солнце, так же как и звезды, восходят на востоке. В южной части поднимаются на максимальную высоту, заходят на горизонте западной стороны. Наблюдая за восходом и заходом этих светил, обнаруживается, что в отличие от звезд, соответствуя разным дням года, они в разных точках восходят на востоке и в разных точках заходят на западе. В декабре Солнце на юго-востоке восходит и на юго-западе заходит. С течением времени точки запада и восхода смещаются к горизонту северной стороны. Соответственно, Солнце восходит в полдень выше над линией горизонта с каждым днем. Длительность дня становится больше, а длительность ночи уменьшается. Падающими звездами называют небольшие космические объекты – метеоры. Считается, что метеоры – это обломки комет, которые отделились от общего потока и движутся под действием гравитации. Многие тысячелетия человек наблюдал падающие звезды, задумываясь о том, что это такое и откуда они происходят. Некоторое время считалось, что они приходят из других миров. Сегодня мы знаем, что это совсем не звезды. Мы называем их метеорами. Они состоят из твердого тела и, двигаясь в космическом пространстве, иногда попадают в атмосферу Земли. Когда метеор проходит сквозь нашу атмосферу, мы можем наблюдать это, так как он оставляет в небе яркий след. Это приходит от того, что в результате трения поверхности метеора о воздух выделяется тепло. Удивительно, но большинство метеоров очень малы, не больше булавочной головки. Некоторые метеоры могут весить до нескольких тонн. Большинство метеоров полностью сгорают в атмосфере, и только крупные метеоры достигают поверхности Земли. По оценкам ученых, за сутки на Землю падают тысячи метеоров, но так как большую часть Земли покрывают моря и океаны, метеоры попадают в основном туда. Мы можем видеть один метеор, который пролетает в любом направлении, но обычно мы наблюдаем метеорные потоки, состоящие из тысячи падающих звезд. Когда Земля пересекает метеорный поток, огромная масса метеоров, попадая в верхние слои атмосферы, разогревается, и тогда мы видим метеорный дождь. Как появились метеоры? Современные астрономы считают, что эти потоки метеоров являются остатками комет. При разрушении кометы миллионы ее частиц продолжают движение в космосе в виде потока метеоров. Они движутся по круговым орбитам. Каждые 33 года Земля пересекает орбиту такого потока метеоров. Что обязательно нужно взять с собой в космос? У каждого космонавта есть личные вещи, которые позволено взять с собой на борт космического корабля. Их общий вес составляет не более 250 граммов. Перед полетом все личные вещи уже упакованы и ждут отправки в космос. Их нельзя посмотреть, но поговорить о них можно. Вдали от дома космонавты особенно дороги фотографии семьи, друзей, пейзажи природы нашей планеты, письма от родных, которые написаны заранее. Все космонавты, отправляясь в полет, обязательно берут с собой какой-нибудь небольшой талисман. Причем они не убирают его далеко, а держат под рукой уже на старте корабля. Какими качествами должен обладать космонавт? Здоровье самое главное для космонавта. Для того, чтобы выдержать подготовку к полетам и сам полет, необходимо богатырское здоровье. Интеллект. Чтобы пройти весь курс подготовки, запомнить необходимые данные и освоить требуемые в космосе техники, космонавт должен обладать высоким уровнем интеллекта. Умственные способности в данном случае играют не менее важную роль, чем здоровье. Выносливость. В космосе важна не физическая сила, а выносливость. Сначала космонавту придется выдерживать месяцы однообразных и тяжелых тренировок, а затем справляться с физическим недомоганием и другими сложностями полетов. Социальные навыки. Космонавт – публичная фигура. Он должен уметь общаться на самых разных уровнях, представляя свою страну и свою команду. Он также должен уметь работать в коллективе. В настоящее время в космос обычно отправляют команды из трех человек, и на протяжении всего полета им необходимо общаться друг с другом в обстановке вынужденной изоляции. Некоторые космонавты не выдерживают испытания с социумом, ведут себя некорректно и заканчивают свою космическую карьеру после первого же полета. Терпение. Профессия космонавта – вершина айсберга из различных служб, чья работа так или иначе связана с космосом. Космонавт должен терпеливо выполнять команды и требования техников, врачей, тренеров и остальных специалистов. Вспыльчивый человек никогда не попадет в космос. Одно из требований, выдвигаемых к российским космонавтам, трехлетний опыт работы на одном и том же месте. Это условие связано как с терпением, так и социальными навыками, которыми должен обладать будущий космонавт. Зачем нужен скафандр? Название скафандр происходит от французского слова, предложенного в 1775 году аббатом-математиком Жаном Батистом Делла Шапелем. Естественно, о полетах в космос в конце XVIII века речи не шло. Ученый предложил называть так водолазное снаряжение. Само слово, которое можно перевести с греческого примерно как «лодка-человек», неожиданно вошло в русский язык с приходом космической эры. В английском же языке скафандр так и остается космическим костюмом. За миллионы лет эволюции наш биологический вид приспособился к жизни в условиях Земли. Мы вдыхаем газовую смесь, содержащую кислород. Давление внутри нашего тела уравновешивает давление воздуха вокруг нас. Озоновый слой атмосферы защищает нас от ультрафиолетового излучения, а магнитное поле Земли – от потока заряженных частиц солнечного ветра. Наконец, наш опорно-двигательный аппарат приспособлен к работе в условиях земной силы, тяжести. Воздух. Представьте себе теперь, что человек в одночасье лишился всех этих привычных условий, как это бывает в открытом космосе. Прежде всего, становится нечем дышать, а без кислорода жизнедеятельность невозможна. Не будет химических реакций в клетках, не будет выделяться энергия, организму становится не на чем работать. Так что без воздуха человек погибает в считанные минуты. Температура. Далее температура. Как правило, космическое пространство представляют себе очень холодным. В действительности гораздо большую опасность там представляет перегрев. Солнце-то никуда не девается, а в межзвездное пространство земные космонавты пока еще не летали. Впрочем, сталкиваться с низкими температурами тоже приходится на теневой стороне. В целом, мы имеем температурные перепады от минус 150 до плюс 150 градусов. И то, и другое для человека смертельно. Излучение. И, наконец, вредные для нас составляющие солнечного излучения ультрафиолет и радиация. Даже на Земле мы иной раз умудряемся сгореть на пляже. Что же говорить о космосе, где нет атмосферы, задерживающей большую часть ультрафиолетового излучения? Вот от всех этих опасных обстоятельств и призван защищать скафандр. На нем укреплены баллоны с воздухом для дыхания. Внутри его поддерживается земное давление воздуха и комфортная температура. Он защищает от ультрафиолета и радиации. Как помыться в космосе? Если речь идет о длинных полетах, которые длятся по несколько месяцев, то появляется вопрос о соблюдении личной гигиены. Вы когда-нибудь задумывались, как моются космонавты? Стоит начать с того, что жить в космосе сложно. Человек сталкивается с множеством проблем, о существовании которых даже не задумывался на Земле. Всему виной невесомость. Как мылись раньше? Раньше существовали специальные герметические душевые кабины. Они работали таким образом, что на человека, который находился внутри, распылялась вода, которую засасывала снизу специальное устройство. Со временем данные кабины перестали использовать, так как это было крайне неудобно. На их подготовку уходило очень много времени, да и процесс был не из приятных. Как моются сейчас? На данный момент в космосе душ уже никто не использует. Существует немного другой способ. Для того, чтобы помыться, используют специальный гель и влажные салфетки, которыми протирают тело. Завершают процедуры протиранием полотенцем. Как моют волосы? Вот это уже действительно интересно. В руках космонавт держит пакет с теплой водой, который смачивает волосы. После этого наносится специальный шампунь, не требующий смывания. Далее волосы нужно расчесать. Протереть влажным полотенцем и снова сполоснуть водой. В условиях невесомости волосы высыхают естественным путем. Испарившаяся влага перерабатывается в питьевую воду. Стоит заметить, что волосы в космосе выглядят очень необычно. Почему у космонавтов особая пища в тюбиках? Космонавты едят не только из тюбиков. Официально установленное меню российских космонавтов состоит аж из 250 наименований. Овощи, фрукты, ягоды, пирожные и все это в естественной форме. Также многое другое можно космонавтам. Например, соусы, кетчуп, горчица. У космонавтов даже есть возможность съесть что-нибудь совсем свежее, заказав это перед тем, как грузовой корабль отправится пополнять припасы на МКС. Однако запрещены такие продукты питания, как хлеб, соль, перец и другое. В общем, все крошливое, что может попасть в вентиляцию или дыхательные пути астронавтов, а также газированные напитки, которые могут вызвать отрыжку, за которой в условиях невесомости последует остальное содержимое желудка. А теперь вопросы викторины. Вопросы викторины. Продолжение следует... Продолжение следует...